Молодые музыканты занимаются по 6-7 часов в день. На репетицию уходит все свободное время. 12 лет из своих 17. Амичка Александра Галакова отдала виолончели за ее плечами сотни сыгранных концертов, десятки побед на всероссийских и международных фестивалях. Она лауреат первого конкурса имени Вильгельма Шпета. Сейчас принимает участие во втором. Девушка твердо решила связать свою жизнь с музыкой. С чего начиналось увлечение, которое переросло в призвании, нам рассказала она сама, также ее педагоги и родные. Александра занималась в группе подготовительного класса. И в какой-то определенный момент им предлагают посмотреть разные инструменты. Я пришла тоже познакомиться с нашим любимым инструментом – виолончелью. Она ее погладила, подергала за струнки немножко и влюбилась, как можно сказать, с первой секунды. Саша, когда только начинала свои занятия музыкальные, такты мы, думаю, с ней сами разучивали. Сначала в ладоши хлопали, было такое, что в ладоши отбивались. Запомнилось очень такое произведение, они учили, «Красный сарафан». Там, где такт сложный, и мы с ней… Ну, я ей, «Саша, вот слушай». Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она хлопает не в попад. У меня уже и руки устали. Ничего не запомнила. У нас в следующий день я прихожу к педагогу говорить, не получается у нас. Арина Борисовна говорит, сейчас проверим. И мой ребенок захлопал в такт. Я думаю, победа! Были времена, когда я сильно сомневалась, мне не хотелось заниматься музыкой. Увидела один раз вилончелиста, это был Денис Шиповалов. Он меня вдохновил настолько, то есть я не знала, что действительно на вилончеле можно так играть музыку, так ее исполнять. Я вдохновилась так сильно, что вот просто я поняла, что вот все, я начинаю заниматься, и вот, и все, больше мне ничего не нужно. Я делала все возможное, лишь бы позаниматься. Я прогуливала уроки. Некоторые педагоги в школе меня, конечно, понимали, за что я им очень сильно благодарна. Одноклассникам Саша казалось, что ей легко это дается. Ну, подумаешь, ну, сходил туда в музыкальную школу, ну, пришел и все. Когда она учила, их не интересовало, а вот я знала. Она пришла домой часов в десять после своих репетиций, она ведь не ляжет сразу спать, она будет учить это стихотворение. Ну, а теперь, когда она уже в колледже, она уже занимается своим делом, она себя там чувствует, ну, как рыба в воде. Я спокойна. На первом туре я буду исполнять этюд попера, сольного баха и концертный полонез попера. У меня очень боевой настрой, то есть я готова ко всему. Спасибо. 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 Спасибо.